привет кто пришел молодец поработать поработать над собой в очередной раз принесем себе немножко пользы кто-то уже наверняка знает своих прекрасных убеждениях которые мешают жить правда поэтому мы их немножко по вылавливаем а потом поработаем привет привет всем привет сусанна мое почтение тоже к убеждениям да слушайте ну кто проходил пвп можно не проходить здесь для тех как это здесь для здесь для начинающих кто не знает что делать что с собой делать то что мы будем делать мы делаем на пвп в углубленном формате здесь мы сделаем light версию для тех кто не знает куда бежать и что делать еще начать еще раз послушать правильно повторение мать закрепляем закрепляем кстати да то о чем мы будем говорить вступление она бесконечно бесконечно потому что убеждению которые налипают к нам из внешнего мира это происходит каждый день они налипают к нам от значимых людей они налипают от кого попало когда мы в трансе находимся она налипает они налипают ну вот буквально на где-то радио послушали какие-то новости и так далее так что работать над убеждениями как душ принять и как зубы почистить нужно периодически проводить аудит того что нацеплялась и вычищать дело в том что свежие убеждения с ним с ними конечно легко работать потому что они находятся на поверхности мы быстро отслеживаем мы даже можем вспомнить кто же был автором да в какой момент она к нам попала и так проще вытащить за нозу сверху еще ничего нет и она еще не так вросло в нашу систему а прекрасное старое старье оно конечно обрастает всякими разными слоями и вот эти слои начинают нами управлять очень часто мы выдергиваем одно второе третье пятое десятое пятидесятое на самом деле там находится одно корневое которое обрастает дочерними предприятиями что называется все из этого вытекающие если кто-то когда-то в детстве ребеночку сказал что он недостойный да потом на ребенок потом на вот это я недостойна недостойно чего всего а что такое все все что значимо да и что появляется у человека недостойно отношений недостойно денег недостойно карьеры недостойно жить там как где я хочу недостойно жить столько сколько я хочу недостойно жить так как я хочу и так далее То есть получается вот такой целый веер. В идеале, конечно, нужно уметь находить корневые убеждения. Но для начинающих начать вообще с самых верхних таких грибов, поганок, подчищать их. Вот смотрите, будем начинать. Все, кому нужно, уже здесь. Что самое главное в работе с убеждениями? Кроме самой работы. Мы знаем, что если люди не работают, то ничего и не получается. В принципе, что тут ничего нового. Но это важно. Кроме самой работы, нужно понимать, что если нам нужно что-то поменять в восприятии мира, мы всегда должны смотреть на других. То есть мы сами, сама система, сама себя не в состоянии изменить. Находясь на том же уровне. Мы всегда должны подниматься на уровень выше. А уровень выше – это всегда взгляд сверху. То есть мы не можем, тыкаясь в наши внутренние четыре стены, что-то там поменять. Мы можем увидеть какие-то огрехи. Но в целом увидеть, что конкретно нужно менять, только выйдя. Взгляд сверху. Ага, вот, вот конкретно, вот это, вот это, вот это. И потом возвращаясь. Что такое взгляд сверху в нашем случае? Это когда мы смотрим на мир вообще. И если мы видим, что... Вот здесь Машенька верит в то, что деньги – это какая-то опасность. Или большие деньги зарабатываются только очень тяжелым трудом. Или большие деньги, они там в принципе в ее жизни невозможны. Или богатство невозможно. Или нужный замуж невозможен. Мы, находясь в этой же самой кастрюле, с собой, один на один, никогда их не поменяем. Замыкаясь на своей собственной реальности, мы не поменяем. Мы должны переопылиться. Мы должны всегда смотреть в соседние кастрюли, в соседние тарелки, что там творится. Во что верят эти люди, что у них получается, а у меня не получается. То есть раз и еще раз, новые убеждения – это чужой опыт. Чужой, не ваш. Поэтому, когда вы что-то вытащили, а вы наверняка многие из вас уже вытащили, много чего повытаскивали, даже нехотя, не специально, не работали над собой, первый раз сегодня, что-то там вы повытаскивали. И вы смотрите на это и говорите, ну конечно, это же правда. Это правда в вашей жизни, в чьей-то жизни это вообще фантастика. Понимаете, да? Это вот спасибо девушкам, которые делились. Я сделала рубрику «Вечный сториз». Деньги от мужчин. Деньги от мужчин как пример того, что… Чего такого особенного делают те, кому мужчины дают деньги, покупают машины и квартиры? «Ничего особенного. Я просто живу. Я просто люблю его. Я просто верю. Это просто моя норма». То есть, если кто-то не читал, прочитайте для интереса, да? Это не пропаганда вообще, я говорю, что отношения разные, нужны, важны и так далее. Вообще. Не о том, да? Не о том. Это о том, что… А кто-то говорит, это вообще из какого мира? Разве такое возможно? Это они какие-то особенные женщины, эти супер особенные. Я к некоторым даже зашла в профиль, посмотрела, не супер особенные женщины. Да? То есть, нельзя сказать, что это какая-то красотка инстаграмная, это какой-то идеал, это какая-то модель, это какое-то что? Это обыкновенная женщина. Всё. Понимаете, да? Просто у неё другая вера. Поэтому первое – зарубить на носу. Когда мы вытаскиваем какую-то дохлую мышь и говорим, ну это же правда, да? У кого правда? Это правда у вас, пока вы разрешаете быть этой правдой в вашей жизни. Следующий момент очень важный. Никакой правды в принципе не существует. Всё, что касается веры, убеждений, да? Всё, что мы о себе думаем, всё, во что мы верим. Никакой реальности нет. Да? Поэтому, ну я правда кривая и косая и недостойная. Слушайте, такая же, ещё кривее и косее, да, имеет в 10 раз больше, чем вы. Найдите этот пример и вы увидите, что не работает, да? Это к вопросу о том, у кого, к тому, у кого сильный критик, который выступает и говорит, ну правильно, ты косая, кривая, неумная, у тебя нет 10 высших образований, поэтому у тебя ничего нет. Нет, неправда. Найдите пример того, кто находится в ещё, да, найдите пример той, кого ваш критик замочалил бы, вот как тузик грелку, но у которой есть больше, чем у вас, и вам всё станет ясно. То есть, возвращаясь, всегда нужно выходить из своей кастрюли и искать примеры. И да, сначала эти примеры не будут находиться, потому что мы создали определённую реальность, у неё есть определённые законы, да, мы эти законы постоянно поддерживаем, когда мы про это думаем, каждый раз, когда мы думаем об этом, мы это поддерживаем, укрепляем, потом оно в реальности снова нам даёт подтверждение, да, то есть получается самоисполняющееся пророчество. Конечно, у нас это будет неправда, у нас это непонятно, мы это не будем мочь, нам будет сложно найти это, но когда ты говоришь, мозг, найди, я с тебя собака, не слезу, найди примеры тех, кто такие же, как я, но у них есть в 10 раз больше. Например, да, что вы хотите? Карьеру, вы хотите отношения, вы хотите переезд, вы хотите что-то, что хотите, да? Найдите девушку такую же или хуже с позиции вашего критика, да, опять же, где хуже или лучше, с позиции вашего критика, который вас мочалит каждый день, вот с его позиции, пусть найдёт хуже кого-то, но в лучшем положении, и вам всё станет ясно. То есть мы всегда подключаем чужую реальность. В нашей реальности сегодня, сейчас бесполезно находить что-то, да? Это уже проработанные умеют сплять чужую реальность и сразу начинают. Те, кто первый раз только начинают, будьте готовы к тому, что я не вижу таких примеров. Это нормально, это нормально. Вы создали себе такую реальность, да, мир — это зеркало, и он вам показывает то, во что вы верите. Во что вы верите. Следующий момент, который очень важен. Мы видим, да, возвращаясь к тому, что нет никакой объективной реальности, нет никакой правды. Есть какие-то факты, да, глядя на которые, мы делаем какие-то собственные выводы в меру своей испорченности. Но заглядывая за эти факты, да, с уверенностью можно сказать только одно. Но человек имеет то, во что он верит. Всё. Если мимо вас промчалась девушка на, не знаю, Мерседесе, БМВ, Роллс-Ройсе, Бентли, больше всего, конечно, огорчают девушки на Бугатте, да? Ясно только одно — она верит в то, что для неё это норма. Вот это сто процентов. Если бы она в это не верила, это бы в её жизни не появилось, да? И тот, кто из вас стоит и смотрит, господи, откуда такие бабки? Тут бы на Ниссан наскрести. Сразу можно выловить, да, убеждение, что вам, чтобы иметь машину, нужно скрести. За этим, за самим этим глаголом стоит тяжёлый труд. Я помню, я когда прорабатывала, ну, не то что первые убеждения, а первые из тех, которые меня волновали, я говорила своему, как называть этого прекрасного человека, который помогал мне убеждения прорабатывать, вот я рою, 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 как крот, как крот рою, мне всегда тяжело. А как кто ты хочешь? Почему, да, вот такое убеждение, что ты должна быть каким-то кротом, чтобы рыть вот это вот мелко, много, день и ночь просто скрести? Я хочу, как крокодил, да, и я начала встраивать вот это. С вами была минутка оптимизма. Так что ясно только одно, да, когда мы смотрим на человека, видим его, видим какие-то факты, да, по факту, вот она имеет это, то-то, 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 он имеет вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Всё. Мы можем сказать, что и если нам нравится их реальность, нам нравится их реальность, мы можем сказать, да, что нам хотелось бы их веры. И смотрите, вера, конечно, бывает разной, принципы у людей бывают разные. Сейчас может кто-то сказать, да, но кто-то же ворует и убивает, я так не хочу. Мы не берём про воровать и убивать, мы берём про то, что мне можно, это моя норма, да. У этих взяли вот этих убеждений, всё остальное не брали, побежали к тем, кто своим трудом заработал, да, у них там что-то. В общем, смотрим ко всем, берём всё, что хорошее, всё, что нам нравится, да. Следующий момент очень важный. Слова мы должны понять, раз я навсегда, я постоянно говорю про это, мы должны, во-первых, создавать наш словарь, во-вторых, отслеживать слова, которые мы используем по отношению к себе особенно, по отношению к себе, по отношению к своей жизни. Это то, что управляет. Это то, из чего состоят убеждения. Убеждения состоят из слов. Слова, которые вы употребляете круглые сутки, или очень часто, или периодически, в каких-то топовых ситуациях, да, раз и постоянно. Вот если какой-то кризис или какой-то, ну, какой-то непредвиденный расход, что вы говорите себе? Вот первое, что вы себе говорите? Ну всё, ты опять там, да, ты невезучая, вечно тебе не везёт. Что вы делаете? Вы заклинаете себя на ту же самую жизнь, от которой вы бежите. Слово — это сильнейшая сила, да? Мысль. Мысль состоит из слов. Мы мыслим словами, мыслим образами. И каждый раз, когда вы говорите слова с эмоцией в аффекте, в состоянии аффекта, да, с эмоцией, с каким-то вот надрывом, оно превращается в заклинание. То есть это не просто слова, понимаете? Поэтому очень сложно что-то наафирмарить. Вот специально берёте и начинаете аффирматься, аффирматься, аффирматься. И очень легко напакостить себе, да? Здесь вы 10 тысяч раз повторили, и, в общем-то, не видно, не видно низги. Здесь вы пару раз себе сказали. Почему? Потому что оно в эмоции, силой произносится, да? Слово, произнесённое с эмоцией, превращается в заклинание. Об этом нужно помнить. Когда вы себя чморите, вы заклинаете себя на дальнейшую жизнь такую, от которой вы бежите. Понимаете, да? Поэтому дальше здесь не будем размазывать. В общем, думайте, что вы говорите, думайте, что вы думаете себе, да? Так. Все, кто... Все, кто самый слабенький, делайте хоть как и делайте вместе. Все, кто самый слабенький. Все, кто сильный, может делать отдельно, может не делать там. Это как бы ваше личное. Но самые слабые, они в одиночку всегда падают. У самых слабых, да? Что там? Первый саботаж, он их подкашивает. Поэтому самым слабым, конечно, полезно собираться в какие-то группы и что-то делать группой. Пусть это будет самый примитивный примитив. Но когда вы делаете группой, да, сильно может быть скучно. Что за коллективная какая-то туда-сюда, да? Непонятно. Скукотиша. Много лишних слов. Понятно. У каждого свои инструменты. Но если вы знаете, что у вас очень быстро подкашивает саботаж, страх, у вас куча бытовухи, в общем-то, вам постоянно не до себя, вам лучше всего объединяться в группе и делать со всеми хоть как. Поэтому будете слушать, сейчас делайте хоть как. Потому что, во-первых, вы все равно делаете, в одиночку вы не сделаете даже десятой доли. Вас какой-то саботаж замочит. Следующий момент. Это и Грегор. Даже ситуативный. То есть люди, собравшиеся вместе, начинают посылать одинаковые мысли, импульс увеличивается. Все. Поэтому с слабеньким нужно делать вместе. Что там у нас значит с убеждениями? Какой алгоритм вообще с ними работы? Первое. Найти. Найти эту дохлую мышь. Второе. Разрушить. Третье. Внедрить новое. Да. Причем разрушить здесь нужно пользоваться всем. и лучше это назвать каким-то таким словом, которое вас вдохновляет на борьбу. Какое-то слово, которое может быть будет включать гнев в вас. Не только разрушить ненужные убеждения, а размазать, расстрелять, распилить, сжечь, еще что-то. То есть что-то, что в вас мне нравится вот так. То есть не работа с убеждениями и у вас сразу все упало. Слово работа, во-первых, кто-то из вас ненавидит. Я очень люблю слово работа. Слово работа кто-то ненавидит. Работа с убеждениями и все, уши повесли, руки тоже. В общем, понятно. Поэтому не работа, а расстрел убеждений. убеждений. Что-то там. Жжем, жгем, зажигаем и так далее. Возьмите какой-то глагол, который к вопросу о вашем собственном слове. Следующий момент. Внедрить новое. Обязательно. Как только вы вылавливаете что-то, может быть, вы прямо сейчас что-то выловили, вы должны себя спросить, а во что я хочу верить вместо этого? Потому что, когда мы выжигаем пустую землю, на ней что-то все равно вырастет. Вырастет сорняк, если вы ничего не посеете. Понимаете, да? И мозгу сложнее. Он сопротивляется. Почему? Потому что пустое место образовалось. Надо на это пустое место срочно засадить цветок, который вам нужен. Красавец. Что такое убеждение? Убеждение это конструкции. А равно Б. А не равно Б. Чем А, тем Б. И если А, то Б. Кто не знает, тот переслушает потом. То есть, такие краткие конструкции. Мужики-козлы. Деньги-грязь. Там может быть дополнено какими-то там существительными прилагателями, наречиями и так далее. Но основная конструкция такая, да? Это вот это. Мужики-козлы. Или нет нормальных мужиков. А не равно Б. Всё. Мужики-это ненормальные люди. Богатство, зло и так далее. Чем богаче человек, тем он что? Тем он, не знаю, злее, хуже и так далее. Чем А, тем Б. Вот такие конструкции нам нужно найти. И если А, то Б. Если, да, очень часто девушка боится выйти замуж. И когда мы начинаем копать, что же там такое? А оказывается, она верит в то, что если я выйду замуж, мне будет хреново. Да? Какое-то там убеждение. Что-то случится. Или конец моей свободе. Или это начнутся проблемы. Так что вот так. Очень часто, возвращаясь к началу, какие-то веточки торчат, мы их начинаем дергать, и убеждение будет где-то там. То есть, вот сегодня буквально читала, девушка опять и опять мне пишет, в ответ на эти сториз, зачем ходить на эти сайты знакомств, там одни придурки. В общем, я там постоянно, и постоянно я с придурками веду борьбу. То есть, первая, первый пласть, зачем на эти сайты знакомств ходить? Почему вы про них говорите? Там ужас и кошмар, что творится. А почему, почему, почему вы имеете дело с придурками, если есть люди, и у нас есть отзывы в сториз, люди, которые женятся, заводят детей, и живут припеваючи, пока вы ведете борьбу с придурками. Что же там? Во что вы верите? Почему так? И когда вы так немножко раскопали, потому что мужики в принципе козлы, а на сайте там просто скопище козлов. Там козлы козлиные. Если нас слушают мужчины, ну, все хорошо, это некоторые фильтры, ничего общего не имеющие с мужчинами хорошими. Так что, человек верит, где-то в глубине души, очень глубоко, что мужики в принципе такое, второй сорт. Ну, а на сайте там уже все, отбросы общества. Поэтому, конечно, фильтр, что называется, подбрасывает добро. как мы находим убеждение? Поставьте сердечки. Все, отлично. Как мы находим убеждение? Мы вот такими разными наводящими вопросами, смотрите, например, или фразами. когда вы делаете что-то, но вам не нравится это делать, но вы продолжаете делать. Вы ходите на работу, которая вам не нравится, вы находитесь замужем, которая вас не устраивает. Вы вообще делаете, в принципе, домашнюю работу, которая вам не нравится, работа по дому. То есть действия, которые вас не устраивают, но вы продолжаете их делать. И вот почему вы это делаете? Почему вы делаете то, что вам не нравится? Это первый такой поток. Там можно начать. Ну потому что никто кроме меня не сделает. А почему никто кроме тебя не сделает? Ну потому что или вокруг меня одни такие, что приходится все самой делать. Или она лучше, если мы про домашнюю работу. Или она лучшую работу, я в принципе не потяну. Я работаю на работе, которая меня не устраивает. Потому что на другую меня в принципе не возьмут. А почему тебя не возьмут? Ну потому что я не умная. Или потому что на работу, которую я хочу получить, хотела бы получить, без блата не устроишься. То есть желаемая работа, она возможна только по блату. Мы находим убеждение. А равно Б. Желаемая работа, она находится только по блату. Следующее, наводящее, что называется. Когда вы не делаете то, что вам хотелось бы сделать. Вот хочется, но вы не делаете. Хочется развестись. Никак не разведетесь. Не хочется вам за этого замуж выходить. А вы за него идете замуж. Хочется что? Уйти с этой работы. Но вы этого не делаете. Почему? И там то же самое. Мы доматываем до веры. Потому что я верю в то, что я кроме этого идиота никому не нужна. Например. Или я верю в то, что кроме этой работы я ни на что не способна. Или я верю в то, что в нашей стране по-честному ты на какую-то зарплату такую не рассчитывай. Или блат, или что-то такое. Или в общем. С шефом надо крутить. Заводите с шефа женщину. Кстати, это оделось. Это точно. Но бежут от всех рисков. Да? Ну, по крайней мере. Россия, Украина, Беларусь, Казахстан. Здесь девушки пока еще такой нормальной ориентации. Большая часть. Поэтому если у вас стоит убеждение с запретом на шефа мужчину, потому что там что-то будет случаться, ищите шефа женщину. Их сейчас с каждым днем все больше и больше. Следующее. Наводящее. Как мы можем начать искать убеждения? Мне хочется, но нельзя. И продолжите фразу. Мне хочется, но нельзя. Вот мне нельзя, другим можно. А мне нельзя. Я должна делать. Вроде бы. И хочу делать. Но я не верю, что это приведет к нужным результатам. Это следующее. То есть вы смотрите, вы слушаете, и где-то что-то щелкнуло, отозвалось, или слово вставилось, как в русском языке. Помните упражнение? Вставь пропущенное слово. И вот слушаете, и о, да, я могу так сказать про себя. Все, что не отзывается, это мимо. Или на досуге сядете и сделаете. Следующее. Хорошо бы этим заняться, но я себе в этом не доверяю. Я неправильно это сделаю. А так хорошо бы этим заняться, да, как-то хочется, но... Следующая часть, да, если я не доверяю, я это сделаю плохо. Если вы можете про какой-то контекст в вашей жизни сказать, так, да, там нужно начать искать негативные убеждения. Следующее. Хочется. Хочется чего-то, да. Чего хочется? Хочется. Куда вам хочется? Хочется, там, работу какую-то, карьеру, переехать, замуж за миллионера. Но я не смогу, у меня не получится. Да, если это про вас, значит, искать убеждения. А почему? 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 10 тысяч раз почему? И нужно выловить во что я верю, да, насчет себя. Вообще просто. Я не заслуживаю, я не достойна. Многоточие. Я не заслуживаю. Тын-тын-тын-тын. Да. Я не достойна. Тын-тын-тын-тын. Нашли что-нибудь? Мне интересно даже. Напишите, пожалуйста. Шеф мужчина лучше. Шеф женщины и иной раз в то раз хуже. Ну, смотри, кто чего боится. Смотри, кто чего боится, да. Если у девушки вот прям, да, хочу на желаемую работу, ну, или что-то там надо делать, страшные вещи какие-то с шефом придется, или еще что-то. Ищите шефа женщины, ничего не придется делать. Да, много, много нашли. Не могу иметь много денег. Вот, да, не могу иметь много денег. Отлично. Например, спасибо, что поделились. Полно. Да, кто-то пишет. Полно. Оптом вылавливаем. Не могу иметь много денег. Очень хочется, но нельзя, дорогой авто. Да, то есть это про вас. Когда кто-то проезжает мимо, вы стоите и... Да, что там возникает? Что за вера? Либо в их сторону они все козлы, да, они женщины недостойные, или мужики там, воры сидят, да, за этими рулями. Что? Или наоборот, вы их не трогаете людей, а себя, себя чморите, да. Что там такое? Покопаетесь. Покопаетесь, выловите этих мышей. Я недостойна, так как неумная. Да, неумная. Тоже ум, такое понятие вот. Надо быть удобной, да. Кому надо? Не верю в способности много зарабатывать. Все на моем горбу. Это, конечно, да, аккуратнее со словарем. Это то, о чем мы говорили. Обязательно переслушайте. Я сказала буквально один абзац, чтобы не размазывать. Но про это, честно, можно создать целый тренинг. Не превращайте слова в заклинания. Я не заслуживаю хорошего мужчину. Отлично. Прекрасное убеждение. Очень распространенное, да. Я боюсь убеждения. Может быть? Нет, это не убеждение. Это какая-то верхушка. Вы копаете дальше. Чего вы боитесь? Денег или чего? Боитесь, да? Я боюсь. Почему? Чего боюсь? Да, там. Раз, раз, раз. Чтобы вылезла конструкция. Потому что то-то и то-то. А вот я боюсь разочаровать мужчину. Вы боитесь разочаровать мужчину. Почему? Почему вы должны его разочаровать? Почему вы боитесь разочаровать? И вы говорите, например, ну потому что там я прошлого мужчину разочаровала. Или, ну потому что я сомневаюсь, что я интересная, женственная. Это моя клиентка постоянно. Целый год мы с ней долбили. Потому что я сомневаюсь, что я интересная, что я женственная, что я там еще какой-то интересный собеседник, что я нежная. И вот эта куча всяких сомнений, да? Я не такая. Миллионер замуж не возьмет, да? Почему? Почему? Что там? Почему другую какую-то Машу возьмет, а вас такую прекрасную женщину не возьмет? Я уже старая, поздно. Ну, поздно. Я в 70 так хорошо замуж не выходила, как в 20, понимаете? С тетенькой я познакомилась. Поэтому поздно для чего? Третий раз она вышла замуж. В 70 я вышла так удачно, я так удачно в 20 замуж не выходила, понимаете? Познакомилась со французским миллионером, выгуливая внуков на пляже. Поэтому что вы старая? Для кого, да, старая? Для чего? И так далее. Так, ну что, отлично. Спасибо, что поделились. Господи, этот эфир сохранится или как, я надеюсь? Ну, ладно. Так что смотрим, да? Я живу хуже других, потому что... Многоточие. Что там, да? Я живу хуже других, потому что... Я еще не замужем, потому что... Да? Или я еще не переехала, потому что... То есть вы ставите какую-то вашу мечту... Потому что... Потому что что? Да? Потому что вера моя хромает на все четыре ноги. Поэтому понимаем, да? Вот ищем, вот эта конструкция должна быть. А равно Б. Такая конструкция, да? Что-то. Я потому что не умная, да? Или я слишком умная. Или я некрасивая. А равно Б, а не равно Б. Если А, то Б. Да? Если я выйду замуж, то что-то... Или если я разбогатею, моя родня, там, ее придется содержать. Тоже из... Дорогая редакция, из ваших писем, да, девушка пишет. Я боюсь разбогатеть. Я выяснила. Я боюсь разбогатеть. Если я разбогатею, придется свекруху... Свекроху со свекрохой ненавистных обеспечивать. Представляете? Убеждение нарыла. И убеждение этому мешает ей разбогатеть. И если А, то Б. Да? То есть вот по таким конструкциям найдете. Следующий этап. То есть вы повылавливали. Следующий этап. Вы смотрите на него и спрашиваете себе, а верю ли я в это? Потому что не над всеми убеждениями, слава Богу, нужно работать. Многие из них достались по наследству, да. Наш род прекрасный, кому мы делали благодарность в позапрошлом эфире, нам какие-то свои страхи передал, да. Не богатей, потому что раскулачат. Не богатей. Это, кстати, очень распространено. Очень просто, очень. Не богатей. Почему дальше, да? Вот вроде бы состоятельный человек. Почему дальше не богатеет? А потому что уже нельзя будет скрывать. Потому что сколько-то миллионов ты скроешь, а сколько-то миллиардов ты уже не скроешь. Все. И чего бояться? Придут и отберут, да. То есть на определенном этапе это становится тормозом человека. Убеждения от рода, да. Страхи вот эти на генетическом уровне, родовые. Убеждения, которые устарели. Не знакомься с незнакомыми мужчинами, да. Вообще с незнакомыми людьми никуда не ходи. Детей воруют, говорят дети. Не знакомься ни с кем, не знакомься. Потом мальчик, девочка выросли, ему уже по 25 лет, они все стесняются, да. Я стесняюсь, я стесняюсь. Почему? Потому что где-то когда-то страх, запрет наложили родители. И хорошо, когда ребенок растет, он меняет окружение. Другое окружение, то, о чем мы говорили вначале, другая кастрюля, хочешь, не хочешь, она тебе сама это убеждение разметет, да. То есть вот это окружение подростковое, оно убирает эти запреты. Все, ребенок растет, убеждения тоже меняются. Знакомься, тебе нужна пара, знакомься, да. Тебе нужна пара, улыбайся. Тебе нужна пара, хорошо выглядеть. А если кто-то не терся или с окружением, да, с другим, или запрет слишком силен родительский, человеку уже 40 лет, он все стесняется познакомиться. Понимаете, да, это уже трагедия. То есть что мы видим? Вовремя не размякли убеждения и не поменялись. Не обновились программы, да. Или деньги это грязь. Ребенок там собирает, собирал какие-то копеечки. Родители сказали, фу, грязь, фу, да, как это. Вспоминаю собаку. Я вспоминаю собаку. Грязь, выплюнь там, все, это грязь. Или про кого-то, да. Вот они, воры, убийцы и так далее. Грязные деньги. Деньги это грязь, а от них одни беды, от этих денег. Хорошо, если ребенок растет, у него меняется окружение, разбавляется. Появляются какие-то подруги, друзья, которые мыслят иначе. Которые день за днем, хочешь, не хочешь, трешься ты с другими огурцами, да, и тоже становишься соленым огурцом. Да, главное в правильный рассол попасть. И все, ребенок верит. Ой, предки, они, короче, устарели, да, наоборот. Чем больше денег, тем лучше. Если ребенок попал в кучу таких же детей, у которых такие же зашуганные родители, они только укрепили эти страхи. Коллективное подкрепление вот этого устаревшего безобразия, да. Или ребенок необщительный, вообще ни с кем не общался. Такие, конечно, и если очень давлеющие родители, поэтому давлеющие родители, следите за своими тараканами, да, которых вы своим детям хотите напустить. Не напускайте своих неудач. Молчите вообще об этом, молчите, да. Молчите, иначе вы ребенку жизнь не испортите. Сидит ребенок, над ним давлеют родители, и он тащит это. Бабушка уже умерла, а ее голос все живет. Мужики, уроды, все, все изменщики, да. Что делается с девушкой? Понятно, да? Изменщики. Потом на тренингах прорабатываем. Так что вот так, да, то есть вовремя иногда не надо работать. Большую часть не надо вообще прорабатывать. Их достаточно вытащить и сказать, не верю, да. Как жена говорила Станиславскому, который поздно домой приходил, не верю. Все, выкинули, устарело. Или такие какие-то странные, абсурдные убеждения бывают. Вот, я уже говорила, еще раз поделюсь. Самое абсурдное убеждение я выловила, когда прорабатывала убеждение на деньги. Это, почему у меня нет желаемой суммы? Почему у меня нет 10 раз больше? Спрашивала я себя. И вылезло убеждение, да, сидела, копала, 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 копала. Потому что ты сопьешься, если у тебя будет столько денег в месяц. И твой род тебя проклянет. Это вообще не мое убеждение, даже не моих родителей. То есть это где-то откуда-то, каким-то слепилось, или что-то, кто-то. Ну, в общем, понятно, да. Достаточно его было просто вытащить и сказать убеждение «прощай». И сейчас у меня уже не в 10, а в 20 раз больше. Пора выкапывать следующее убеждение, что называется. Поэтому будьте готовы к тому, что там будут какие-то вообще непонятные штуки. Типа, что такое вообще? Что мне мой мозг говорит? Все правильно, отпускайте в небо. Да, спасибо, ты устарела. Пока, пока. На его место новое, да. То есть главное в работе с убеждениями – это сомнение. И с теми, которые поступают, да, новая информация, чтобы не нацеплять чужих блох каких-то, да. И с тем, что вы вылавливаете себя в голове. Сомнение. Оправда ли это вообще? С какого перепугу я в это поверила? Кто это сказал? То есть мы берем то, что мы выловили, да. Быть богатым – это трудно и опасно, например. Да, или работа только по блату. Или вот, да, пишут. Таких зарплат инженеры не получают. Мы берем то, что мы выловили, и начинаем это рассматривать. Да. Таких зарплат инженеры не получают. Где, в какой стране они получают, в каком городе, на каком предприятии, да. То есть что вы делаете? Вы берете лупу и начинаете докапываться, да. Вот как хороший адвокат или хороший прокурор, или и то, и другое вместе. То есть юридически, юридически. Что это за фраза такая, что инженеры таких зарплат не получают? Что за фраза? Таких это каких? Это сколько? Не получают где? Вообще нигде? Или в вашем районе не получают? Да. То есть конкретика, конкретика, конкретика. И чем больше конкретики, тем мы видим, что убеждения начинают пошатываться, да. И выясняется, что да, в вашем районе не получают. А в соседнем городе, может быть, получают. Или в столице получают. Или в другой стране. Чувствуете себя человеком мира. Да. Или в другой стране получают. Поэтому шатаем, шатаем, шатаем. То же самое относится к вот таким вот, знаете, словам, которые ни о чем, никакой конкретики. Любовь. Мужчины, женщины, богатство. Это же все, понимаете, да. Мужчины какие? От нуля до ста? Мужчины какой страны? Мужчины какого слоя? Мужчины какой ментальности? Да. Женщины, любовь. Что такое любовь? Да. Любовь это как? Да. Любовь, например, с миллионером или настоящая любовь невозможна. Что такое любовь? Что такое настоящее? Что касается миллионеров наших любимых? Когда вы берете миллионера, это сколько? Конкретно сколько? От какой суммы денег человек вдруг вас не возьмет замуж? Да. Там девушка делилась. Меня миллионер замуж не возьмет. От какого дохода человек считается в вашей карте миллионером? Отнимаем несколько тысяч. Это уже не считается миллионером? А он возьмет замуж уже? Или когда мы начинаем вносить конкретику во все эти понятия? Кто такой миллионер? Или что такое богатство вообще? Вот это богатство. Богатство начинается от 100 миллионов долларов свободного капитала. Никуда не вложенного. Свободного. Можешь взять, сложить в чемодан и улететь. Это не квартиры, не машины, не предприятия. Поэтому все, кого теребит богатство, успокойтесь с богатством. Загадывайте себе средний класс. Понимаете, да? А вот когда будет хороший, крепкий середнячок, тогда подумайте о богатстве. Все, кого пугает слово богатство. То же самое с миллионами, миллионерами и так далее. С какой конкретно цифры? Один миллион, он миллионер. Или сколько у него должно быть миллионов? Отнимите пару миллионов, если вас страшат те. То есть еще раз возвращаясь, вы берете убеждение и начинаете придираться к каждому слову. К каждому слову. Миллионер меня замуж не возьмет. Так, с миллионером разобрались, да? Голова вскипела, отлично. Меня не возьмет. А кого возьмет? Машу соседку возьмет? Нет. А кого еще? А кого возьмет? А бывает так, что миллионер... Ну меня не возьмет. Меня именно. Почему? Ну потому что я там, например, бедная или некрасивая. А бывает так, что берут некрасивых с вашей точки зрения? Бывает так, что берут некрасивых. Найдите. Пусть ваш критик найдет такую женщину, а лучше 10. И скажет, да, господи, берут всех. И в 70, да, я в 20 так хорошо замуж не выходила, как в 70. Поэтому это в вашей личной кастрюле невозможно. У кого-то возможно и в 10 раз больше, и все хорошо. Понимаете, да? То есть каждое слово вы протаскиваете. По детальным, прекрасным вопросам. Кто сказал? Что это конкретно значит? Это в нашей местности действует? Или это вообще во всем мире? А как бывает в соседнем городе? Хорошо, это я так думаю. А как думает та скотина, там, Машка, стерва, у которой получается все это? Она в какой реальности живет? То есть мы берем убеждение и прям под лупой его рассматриваем. Подвергаем его жесткому допросу. Понимаете, да? Для тех, кто, там, у кого протесты, сразу, да, это же надо работать. А вы как думали? Вы хотите хорошую жизнь? Поработайте хотя бы над вашей головой. Вы чистите мусор, там, большие деньги. Большие-то сколько? Конкретно, какая сумма? Большие для кого? Для тебя или для твоего врага, Машки? Для нее-то большие будут, да? А может быть, что те, которые для тебя считаются большими, для кого-то очень маленькие деньги. Понимаем, да? То есть начинаем смешивать реальности. Начинаем смешивать реальности. И с кого мы выступаем? Еще раз возвращаюсь, да. Самое главное, выловить. Даже если вы не уверены в том, что это убеждение, не парьтесь. Работайте над тем, что выловили. Здесь самое главное, навык, привычка. Сразу брать и начинать вот так вот, да, обрабатывать его хорошенечко. Самые верхние поддаются легко. Самые глубинные, они либо вообще чужие, либо они поддаются сложно. Вот там уже нужна тяжелая работа. Но навык-то мы получаем на самых легких, да, на самых легких. Поэтому прорабатывайте. Если вы потом решите, у вас будет опыт, что называется. Опыт, опыт, опыт. Кем выступать? Хорошим адвокатом, да? Из себя растыркаюсь, тыркаюсь. Ну, я же верю в это. Ну, это же правда. Представьте, что вы хороший адвокат. И ваша цель доказать, что это ложь. Доказать, что это ложь. Вы выступаете адвокатом противоположного, которое вы хотите встроить. Противоположное убеждение, да? Или прокурором на это, или адвокатом на то, прокурором на это. Прям натравите себя на это убеждение. Разорвите его в тряпки. Просто из себя это сложно. Вы будете каждый раз натыкаться на то, что, ну, я же верю, это же правда, да? И часть личности критик с саботажем будут стоять и говорить, правда, конечно, заканчивай всю эту бадилу, и будем жить, как жили, в глубокой, да? Поэтому представьте, что вы хороший прокурор. Представьте, что вы отличный адвокат. Что вам деньги за это заплатят. Потрудитесь, растащите это на тряпки. Это неправда, это ложь. Кто-то живет по-другому. Вот это должна быть пресупозиция. Что это ложь. Кто-то живет по-другому. Все. Так, что у нас немножко времени осталось. Я хотела вам... Да, это первый вариант. Это вариант для коры. Новой коры, для нашего неокортекса. Это логика. Работа логики. Ты берешь, да, и все эти какие-то туманы, туманные, слона делишь на кусочки. Логикой прям, да, подходим и говорим. Конкретно. Я юрист. Расскажите мне, что такое большие? С какой суммы начинаются? Где кончаются, в каком городе, в какой стране, в каком слое общества и так далее? Где этот закон работает? Кроме вашего дома еще. Драгоценно. Где еще этот закон такой паршивый работает? Нигде, да? Вы подходите с лупой. Девушкам дисциплины более-менее. Девушкам с математическим складом ума это будет легко. Особенно девушкам, у которых такие профессии, да? Что называется, показал, куда фокус, направил, фас, нападай, рви это убеждение, да? Давай, мочи его. Девушкам с отсутствием дисциплины, девушкам, которые мало думают и много чувствуют, да, чувствами живут. Это сложно. Будет идти дым просто из головы. И это нормально. Это нормально, да? Здесь, как всегда, вопрос целей. Есть второй вариант. Мы на ПБП рассматриваем прям его полный-полный. Я вам дам такую картиночку, краткую версию, да? Кто сможет, у кого хорошо развито чувство, тот сделает из краткой версии. Девушкам коры будет сложно, потому что это на чувствую основано. Так что не удивляйтесь, у кого-то получается одно, у кого-то получается другое. У прокачанных получается и то, и другое, да? И это нормально. Так что для лимбики, упражнения для лимбики, вы должны взять убеждение, в которое вы верите, и вам нравится в это верить. Вы верите, и вам нравится в это верить. Например, любите вы свою работу? Работаете вы в библиотеке? И говорите, вот мне место в библиотеке. Мне место в библиотеке. Я эту работу люблю. Убеждение должно быть ресурсное. Хорошие чувства у вас вызывать. То есть вы во что-то можете верить, мужики-козлы, но это негатив, да? То есть вы берете позитив, позитив, да? Мое место в библиотеке. Или все люди добры. Что-то такое общее беру. Закройте глаза, произнесите эту фразу несколько раз, во что же вы верите. И представьте его место в вашем внутреннем мире. Где же оно находится? Какого оно цвета, это убеждение? Свет, цвет, размер. Может, у него есть какая-то температура. Это ресурсное убеждение. Вы верите в это на 100 из 100? Вот вы верите, все. Верите, 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 да? Или вы верите, там, я хорошая мама. Я хорошая дочь. Что-то такое, да? Профессионал, например, вы на 100 из 100. Верите, все. Оно у вас самые позитивные чувства вызывает. Где оно во внутреннем мире находится? Запоминаете, какие характеристики, какой цвет, какая температура, какой размер, на каком расстоянии от вас оно находится во внутреннем мире, да? Потом второе. Вы берете желаемое убеждение. А во что бы вам хотелось верить? Любой другой контекст, да? Куда вы хотите? Хотите зарплату, хотите мужчин. Что хотите? Выбирайте, да? Выбирайте. Любое другое убеждение. Я хочу верить в то, что я, там, мечтаете о машине, да? Что Мерседес это легко для меня, да? Мерседес для меня это легко. Говорите вы себе. Я хочу в это верить. Закрываете глаза, произносите несколько раз. И видите, где же оно во внутреннем мире повисло, это облако. Это желаемое убеждение. Оно еще не ваше. Вы хотите его пристроить? Оно будет отличаться, да? И какой-то цвет у него будет другой. Вот я показываю, где у меня желаемое. У меня желаемое находится выше. Все, что я имею, находится здесь. Зона, там, владения моего. Все, что хочется, оно у меня повыше, да? Другого цвета. Все зависит от степени сомнения и так далее. И мы начинаем смешивать их, да? Мы хозяева нашего внутреннего мира. Мы снижаем облако и перемешиваем. И добавляем ему цвет того, что мы уже имеем, да? Как бы окрашиваем. Раз, 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 раз. И смотрим, у нас тут уже два, да? Что я хорошая мама и что я достойна Мерседеса. Мерседес в моей жизни – это норма. То есть мы что сделали? Мы показали нашему мозгу той его части, которая называется лимбической системой. Что машина – это не из другого мира. Это не какие-то неземные женщины ими владеют. Это не что-то из области фантастики. Машина – это норма. И конкретно Мерседес последней марки, да? Для меня – это норма. Всё. Что вы делаете? Ещё раз. Не чудеса какие-то чудесные мы здесь делаем. Мы нашему мозгу показываем. Это норма. Хватит бояться. Хватит отрицать. Хватит отвергать. Это же мозг нам мешает. Нам не тётя мешает какая-то. Нам не злой дядя мешает. Нам мешает собственный мозг. Почему? Потому что он верит в то, что это зло, это невозможно, это возможно у кого-то. Понимаем, да? То есть как нам мешать собственный мозг, так же он нам может и помогать. Лимбическая система очень сильная. Поэтому даже те, у кого не получается и не хочется, я советую овладеть этими техниками. Так что вы перемешиваете и превращаете её вот в эту же, да? То есть в эту же, такого же цвета, такого же размера, такой же температуры. Такое же чувство оно у вас должно вызывать. Это получится не сразу. Да, говорю. Это получится не сразу. Вполне возможно, завтра вы откройте глаза, зададите себе тот же вопрос, оно у вас будет там же висеть, да? Вы опять раз сдвигаете и превращаете его. Раз, 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 раз. То есть нужно сколько-то раз. Понимаем, да? Так что, ну когда это случится, я уже делала лайт-верс. Я по ПП-шкам даю полнейшую версию. Я делала лайт-версию и получалась, да? Так что делайте, делайте. Так, ну что, молодцы мы с вами сегодня поработали. Сколько написали, молодцы. Так, кто хочет с нами продолжить поглубже, посильнее, да? Приглашаю вас на ПБП. Мы вам приготовили подарок. Те, кто хочет к нам присоединиться. Кто в первые полчаса присоединится к нам, мы дарим еще один тренинг, да? Так что заходите. По ссылочке и смотрите. Люблю, 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 люблю лимбические. Да. Ну лимбика это зверь. Самое главное, знаете как, можно было бы начинать с лимбических техник, но не каждый кортекс может довести свою лимбику до упражнений, потому что она и упрямая зараза, понимаете, да? Но вот если вы кортексные прошли, включайтесь на лимбические, они быстрее дают результаты лучше. А лучше всего делать и то, и другое. Потому что мозг состоит из трех частей. Из трех, понимаете? Что-то сидит в новом кортексе, что-то сидит в лимбической системе. Ну там и рептилия наша сидит, конечно. Когда вы одно прорабатываете и там, и там, оно не может не сбыться. Когда вы одно протащили по кортексу, да, с лупой там приступили к нему и драли его как тузик, да, к грелку, а потом еще взяли и во внутреннем мире убрали. Просто это, знаете, как для тех, кто любит мягенько. Вот этот вопрос, который я не очень люблю. Как сделать мягенько, мягенько, чтобы никто ничего не заметил, чтобы делать ничего не пришлось, но чтобы все получилось. Вот мягенько, это как раз пролимбическую систему. Вы берете и делаете мягенько, мягенько. И каждый день можете мягенько, как кошка лапками, да, мягенько делать, тесто месить и получится. Я уже записана. Если вы хотите подарок, напишите. Мы вам подарим, чтобы вам было не обидно, если вы уже записаны. Можно, 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 конечно. Я через три месяца после ПВП переехала в Москву. Счастлива. Слушайте, ну пишите историю в директ. Я жду, мы будем вдохновлять остальных. Вы не одна переехали в Москву. Человек, один человек уже поделился. И вы делитесь. Делитесь, делитесь. Обязательно, обязательно. Потому что, смотрите, мы создали эгрегор. Да, он уже есть, он работает. Что получается? Когда у нас нет сил, мы питаемся эгрегором. Кто питает эгрегор? Сильные. Да? Те, у кого есть силы, они питают эгрегор. Слабые берут энергию. Слабые берут энергию. Когда вы становитесь сильнее, это ваш долг отдать что-то. Понимаете? Поэтому я столько вначале бесплатных продуктов сделала. Я делала просто сначала на чувстве долга. Потом это переросло в цель. Но сначала то, что ты взял, ты должен отдать. И тогда тебя возьмет другой эгрегор, потому что ты полезный. Понимаете? Вы хотите с одного уровня на другой? Отдай этому. И другой тебя возьмет, потому что ты полезный. Будьте благодарны. Поэтому пишите ваши истории. Мы будем вдохновлять остальных. Это ваш долг. Классно. Так, ну что? Все? Нас разъединяют? Всем спасибо. Работайте. Работайте самостоятельно. Работайте с нами. Работайте как угодно. Светлое будущее нас всех ждет. Правда? Работайте. 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 Продолжение следует...